Силача из Кироваула. Искендер настроен работать. Очень, очень уравновешенный мальчик. Спокойный. Работающий очень хорошо. И в стойке, и в партере. И давайте поприветствуем. И тренер Искендера. Борец в синем. И тренер Искендера сейчас дает ему указания, в соответствии с которыми нужно быть спокойнее. Магомед Расул Силач Магомедов выходит на ковер Лиги Вольник. Магомед Расул Силач Магомедов выходит на ковер Лиги Вольник. Со своим отцом, тренером. И это тоже Кироваул. Кизилюртовский район, Республика Дагестан. Магомед Расул Магомедов. Звезда вольной борьбы. И я специально не говорю звездочка. Я говорю, что он звезда. Он чемпион этой лиги. Он чемпион многих-многих-многих других турниров. И прямо сейчас он будет защищать свой. Обычно знают. Да и мы знаем. Да и мы знаем, на что они способны. Уважаемые дамы и господа, весовая категория 38 килограмма. Внимание. Давайте поприветствуем спортсмена. Давайте поприветствуем участника. Борец в красном. Юное дарование Дагестана. Один из немногих, кто сумел победить Магомед Расула. И хочет повторить этот удар. Да, это реванш для Магомед Расула. Просто посмотрите. Вы только посмотрите на него. Вы только посмотрите на него. Только посмотрите на Магомед Расула. Они очень просили этой схватки. Они очень просили реванша. Они его получили. И прямо сейчас у Магомед Расула силача будет возможность взять реванш. Ожидаем. Ожидаем этой схватки. Ожидаем схватки на наши трибуны. На наши трибуны. На наши трибуны зашел Завур Угуев. На наши трибуны зашел Кайл Снейдер. Наши трибуны пополняются. Наши трибуны пополняются. Олимпийские победители. Чемпионы мира сегодня на ковре лиги. Вольник. Схватка уже началась. Счет уже 2-0 в пользу претендента. Претенденты не хотят давать возможности чемпионам чувствовать себя спокойно, чувствовать себя в порядке. Попытки от Магомед Расула. Ух, какая схватка, друзья. Стоишь здесь и ощущаешь эту энергетическую волну. Это просто какое-то энергетическое цунами в исполнении этих тигрят. Я называю их тигрятами в таком уменьшительно-ласкательном значении. Посмотрите, как ведет себя Дагиров. Посмотрите, как он готовит свой проход. Вариативность этих ребят просто феноменальная. Невероятная схватка, друзья. Не знаю, насколько это передается через экраны, но прямо здесь мы видим, как Искандер Дагиров пытается чуть ли не запрыгнуть на спину своему оппоненту. Магомед Расул блокирует это его действие. Забрал левую ногу оппонента под себя Магомед Расул. И завязка на руках. Случится ли выход за спину? Очень сильно переживает. Очень сильно, невероятно сильно переживают тренеры. Особенно тренер Магомед Расула Магомедова. Его отец Гасан. Понятно, что волнуются. Понятно, что переживают. Магомед Расул здесь рискует не только уступить во второй раз подряд. Впервые, может быть, в своей спортивной карьере. Но еще и уступить пояс чемпиона. А это не видано для этого мальчика. Все мы знаем о том, что он один из лидеров юношеской борьбы в нашей стране. И очень хотим того, чтобы он стал лидером борьбы в мире. Шикарная попытка прохода со стороны Искендера. Сможет ли он? Нет. Не завершился этот проход ничем результативным для Искендера. Заблокировано его действие. Дорогие друзья, окончание первого периода. Перерыв. Перерыв. Я отвлекся на организационные, так скажем, вопросы. Перерыв. Отличная возможность подвести какие-то промежуточные итоги. Олимпийский чемпион Шарип Шарипов. Я прошу ваши аплодисменты. Давайте поприветствуем чемпион мира Авдусал Амгадисов. Ну и конечно же легенда вольной борьбы. Серебряный призер Олимпийских игр Магомед Ханер Ацилов. Ваши аплодисменты. Почетные гости нашего турнира. Люди, отдавшие значительную часть своей жизни в вольной борьбе сегодня вместе с нами и смотрят на поединок двух этих молодых и перспективных ребят. Возвращаемся в атмосферу схватки. Возвращаемся в в этот круг. Ох, как они бегают друг вокруг друга. Во что будет оценено это действие? Без оценки остается действие спортсмена в красном. Апеллирует. Апеллирует тренер спортсмена в красном трико относительно того, что его парню должны были дать балл за эту попытку проведения приема. Трибуны подгоняют спортсменов. Трибуны гонят всех их вперед навстречу чемпионскому поясу. Судьи пошли совещаться относительно этого самого балла, который по мнению секунданта и угла Дагирова должен был получить этот спортсмен, но не получил. И да, сейчас судьи пересматривают этот эпизод. Да, балл! Балл получает Искендер Дагиров и счет уже 3-0 за минуту и 40 секунд до окончания схватки. Друзья, не кажется ли вам, что побахивает сенсацией? Еще одна, еще одна попытка захода Искендера Дагирова на получение двух баллов. Случится или нет? Случится или нет? Нет, не оценено его действие. Магомед Расул получает возможность провести бросок. И у Магомед Расула попытка сорвалась. Шикарно! У меня ощущение, что прямо сейчас секунданты могут схватиться. Секунданты могут сойтись в этом поединке. Ну что же, Магомед Расул понимает, что он уступает уже не 3, уже 4 балла ведет Искендер Дагиров. Случится ли камбэк? Сможет ли Магомед Расул за минуту практически оставшуюся до завершения поединка выиграть эти 4 балла и по крайней мере сравнять счет? Мы знаем, что парень волевой. Мы знаем, что он умеет работать и в последние секунды схватки. Искендер Дагиров спокоен. Он понимает, что все сейчас идет по его сценарию. Он выигрывает 4-0. Это отличная рабочая схватка. И у него есть реальнейший шанс стать чемпионом. Лиги вольник отобрав пояс ни у кого бы то ни было. А у самого Магомед Расула силача. Но Магомед Расул с этим не согласен и прямо сейчас атакует. Он заходит на 2 балла. Попытка посадить соперника с наката. Случится или нет? Угроза тушет для Магомед Расула. Счет 6-0. Контратака еще 2 балла в копилку Дагирова. Счет 6-0, друзья. Все идет к сенсации. Все идет к тому, что Магомед Расул силач Магомедов уступит. Уступит в этой схватке и отдаст свой пояс на хранение на хранение Эскендеру Дагирову до конца схватки. 5 4 3 2 1 секунда и победу в этой невероятно напряженной схватке одерживает и забирает пояс чемпиона Лиги Вольник у действующего победителя Магомед Расул силача Магомедова Эскендер Дагиров обладателем пояса Лиги Вольник становится Эскендер Дагиров мы поздравляем безусловно поздравляем Эскендера мы мы говорим Магомед Расулу что все будет хорошо мы говорим Магомед Расулу что все будет хорошо он вернется и попробует забрать свой пояс он большой молодец у него все будет хорошо он вернется и попробует забрать этот пояс поздравляем Эскендера Дагирова он большой молодец у него сегодня получилось все что он задумывал до встречи на ковре Лиги Вольник ух друзья переведем дух и мне нужно перевести